И к другим темам. Все, чем славится Дагестан гастрономически, было представлено на самой крупной за последнее время ярмарке. Она развернулась в Махачкале на улице Пушкина. Участие в ней приняли более 200 предприятий из всех районов республики. Овощи, фрукты, молочная продукция, рыба – все это по оптовым ценам, что не могло не радовать покупателей. Среди них оказался и в Рио руководитель республики Владимир Васильев. Фермеры охотно угощали его и рассказывали о своей продукции. Тема продолжит написать Шамхалова. Показывая товар, фермеры говорят, все, что вы видите на прилавках – экологически чистый продукт, выращенный дагестанцами и в Дагестане. Осмотрев продукцию, Владимир Васильев отметил, что у нас в стране есть все необходимые ресурсы, поэтому сельское хозяйство нужно развивать. Мы будем работать и помогать, потому что, конечно, селяне должны получать всю поддержку. Мы прекрасно понимаем, что это наша продовольственная безопасность, это наше будущее. Вот мы с ним и в шутку всерьез говорят, все, мы можем уже без турецких помидоров обходиться. И показывают, и без польских яблок тоже показали такие яблоки, просто не отойдешь на любой вкус. И огромные, и мелкие такие, которые уже давно давние, исторический сорт выращивается, у него запах какой. Все это есть. Причем экологически чистые. Посетители здесь ждут с раннего утра, позаботились и о культурной программе. Чтобы ходить вдоль прилавков было не скучно, пригласили народных исполнителей. Зурна и барабаны Южного Дагестана, рядом хор из Тарумовки. Покала девчоночка во дворе, ой, во дворе, во дворе. Очень доступные цены, свежие продукты. Продукты достаются почти с первых рук. Цены очень ниже, чем рыночные. Всего на ярмарку приехали более 200 фермеров со всей республики и 10 представителей Ставропольского края. Помимо привычных товаров, здесь можно было купить традиционно дагестанские урбеч, сушеное мясо, полезные травы и орехи. Чаще вот такие ярмарки, вот такие условия нам делать. И чтобы хотя бы два дня продлили на ярмарку, чтобы обратно товар не нести. Вот у нас сухопрукты по 250, 350, 400 на рынке продают. Орехи 550 продаем, за рынки 800-700 рублей. Вот такие условия были бы, мы чаще приехали бы из города, и чаще людям, чтобы тоже хорошо было бы, подошли и продали бы. В этом году впервые в таком объеме представлена рыбная продукция и морепродукты. Ну вы посмотрите, как они заполнили эти ряды, которым сегодня потребительский состав, который мы реализуем, они у нас покупают. Без никаких посредников, ниже рыночных цен. Я думаю, что это необходимо и нужно для нашего народа. Предоставлять, чтобы они получали экологически чистую продукцию, в которой мы будем только благодарствовать. Это благое дело. Многие из участников ярмарки в этом году выставлялись в Москве на золотой осени. В столице дагестанскую продукцию оценили высоко, и некоторые фермеры даже планируют наладить доставку по всей стране. Написать Шамхалова, Заур Алиев, Рамазан Амаров. Время новостей.